набираем петли любым удобным способом я набираю обвивом провязываю ряд теперь начинаем провязывать ряд ручную убрали нить из нити водителя выставляем иглу в среднее рабочее положение так чтобы у нас открылись язычки прокладываем нить через все иглы и начинаем провязывание первые 2 2 петли идут рабочими обычными провязали оставили вперед и теперь начинается собственно сам узор каждую следующую петлю раппорта узора мы доводим до края игольницы всего 7 игл 1 2 3 4 5 6 7 следующие две петли рабочие маленькие петли ставим в переднее положение и так до конца узора 1 2 3 4 5 6 7 1 2 формируем петли одноигольный декер аккуратно поддерживая декером петли чтобы они не слетели выставляем иглы переднее положение закрываем язычки берем среднюю иглу вот она с трех снимаем 1 2 3 5 длинные длинные петли надеваем на среднюю можно делать по одной петли если боитесь пропустить и со вторую страны 1 2 3 на среднюю 1 2 3 на среднюю таким образом снимаете все полотно на среднюю углу не трогаем только иглы петли которые у нас были провязаны обычными петлями рабочая нить с правой стороны масса пустых игл и мы просто оформляем ряд те же самые обвивы только они у нас получаются другую сторону если бы мы изначально провязали не 2 а 3 ряда сейчас обвивали бы иглы в том же направлении в котором начинали вязание выполнили набор петель иглы в переднем положении провязываем ряд очень аккуратно если видите что где-то есть можно еще раз выставить иглу в переднее положение будет надежнее теперь мы провязываем второй ряд уже готового полотна и можно дальше выполнять вязание по расчету отделочный край выполним